Практическая психология Здравствуйте, Наташа. У которой, кстати, в этом году ЕГЭ. То есть вы не просто как специалист сейчас, но и тему эту прочувствуете как мать. Я внутри ситуации. Кстати, у моего сына завтра тоже ОГЭ по русскому языку, и это тоже моя тема. Давайте попробуем сейчас ее раскрыть так, чтобы было интересно и родителям, и детям. В первую очередь, понятно, что мы могли бы с вами говорить где-то, наверное, в сентябре месяце о том, как надо правильно, грамотно ребенку спланировать этот год, чтобы он успешно подготовился к экзаменам. Это все такой пройденный этап. Мы все это уже прожили. Теперь вот финишная прямая. И как настроить подростка на успешную сдачу экзамена? Мне кажется, что родителям подростка настраивать его на сам экзамен, наверное, уже нет смысла. Потому что в школе их настраивают целый год. Не только даже настраивают, сколько стращают. Наши дети очень запуганы тем, что, да, это у вас будет все страшно, все ужасно. Они туда придут. Этот прессинг, когда ты проходишь через металлоискатели, он такой страх он угоняет на детей, что им хватит. То есть вы предлагаете порепетировать дома с металлоискателем? Я предлагаю родителям сосредоточиться на поддержке ребенка. Ему и так тяжело. Он и так в дичайшем стрессе. И от родителей ему требуется не увеличение этого стресса, а вот мы с тобой тебя поддержим. Все будет хорошо. Это всего лишь период в жизни, который надо пройти, прожить. Все нормально, все будет, жизнь не заканчивается, все будет хорошо. И ребеночек, ему чуть-чуть расслабиться, ему проще будет сосредоточиться, найти нужные знания в своей голове, и будет хорошо. А если мы еще со своей стороны, с родительской, смотри, это самый важный этап в твоей жизни, он, мне кажется, от стресса вообще в точку превратится, скоро там вещь сожмется, и ему будет очень тяжело. То есть функция родителей, да, сейчас всего лишь не контролирующая какая-либо, да, вот именно поддерживающая. Контролировать можно, мы не можем помочь нашим детям на экзамене. Да, наш ребенок не посадит даже самую умную и знающую маму в карман и не принесет ее с собой. Поэтому все, что мы можем сделать, это максимально облегчить им, вот, как сказать, процесс экзаменационный, тот, который мы можем контролировать, это то, что мы дома, то, что мы накануне можем с ним сделать. Ну, мы сейчас это проговорим, да. Вот мне сегодня понравилась фраза, когда я утром уходила из дома, я говорю сыну, да, у тебя один день остался до экзамена, может, еще учебники полистаешь. На что он мне очень так спокойно сказал, мама, я целый год готовился к этому экзамену, но учебники уже мне не помогут. Перед смертью не надышишься. Ну, я понимаю, да, но очень грамотно здесь сделано, что прямо вот до экзамена в этот же день консультации, на этих консультациях ребятам, опять-таки, учитель оказывает поддержку, настраивает, да, вот в этом, конечно, большое такое подспорье. И к тому же, вот, мне нравится, что сейчас учителя, они, да, в течение года, они, конечно же, говорили о том, что экзамен – это важный, экзамен – это бывает сложный, экзамен – это очень отважный такой момент, да, но вот сейчас они уже говорят, все, ребята, сейчас вы просто пожинаете плоды своих трудов, да, и сейчас уже, да, действительно, перед смертью не надышишься. Ну, грамотный учитель, он и на консультации даст, и знания какие-то, еще разочек поддержит, да, своих ребят, потому что он ведь так же переживает. Это ведь… Это же еще и его, да. Проверка его работы, и потом он-то ведь тоже уже сделать ничего не может, он ему тоже уже листать учебники поздно. Это листать учебники поздно, да. Хорошо. Давайте попробуем проговорить пошаговый алгоритм, как же себя вести вот за сутки до экзамена родителям. Понятно, что вот он уже день на календаре отмечен, там, да, 28 мая, к примеру, да. Ну, там, любой может быть, любая может быть дата. И что родителям необходимо сделать, что необходимо сделать подростку вот для того, чтобы это было экологично, прежде всего для психики? Ну, родителям взять на себя все организационные, наверное, моменты, да, для проверки ручек, которые должны быть обязательно гелевые, черные, я не знаю, кто-то сам их просто несет, кого-то закупают централизованно родители в школе, да, то одежду, в которую пойдет ребенок, потому что ему точно не до этого. Ему и в обычный этот день не сильно до одежды, да, вот, ну, там, тут точно надо все подготовить, паспорт положить рядышком, да, чтоб ребенок его не забыл, ну, и, в общем-то, все. Ребенка стращать, да, и говорить, ну, как бы, там, завтра такой адский день точно не надо. Родителю, мне кажется, самому нужна поддержка в этот момент, потому что ему тоже очень страшно. И вот тут вот свои эмоции, свою тревогу не переложить на ребенка, вот этим бы заняться родителям. Ну, то есть вот мы можем с вами чем еще помочь, да, например, если ваш ребенок привык там в 11 лет, в 11 часов ужинать, да, то вот уже, наверное, не стоит, да, на ночные даться, то есть, да, чуть пораньше ужин, да, чуть пораньше проследить, чтобы ребенок лег и выспался. Вот это вот по поводу выспался. Лучше пусть ваш ребенок не поест, но пусть он выспится. Почему? Потому что ребенок, раньше студенты и школьники очень часто делали такую ошибку перед экзаменами, они учили всю ночь. И утром они знают, у них знания есть, но последствия недосыпа таковы, что эти знания ребенок не может достать в нужный момент. Не только ребенок, любой человек, если он не выспался. Я прям чувствую, что у меня это где-то есть, но достать я это не могу. Поэтому сон – это, ну, я не знаю, это гигантский процент от успеха. Убедите ребенка, положите его спать пораньше, пусть он выспится тогда, а на свежую голову он выдаст максимально лучший результат. Если он будет учить или, не дай бог, общаться там в контакте, в соцсетях где-то со своими друзьями, он даже те знания, которые у него есть, он не сможет извлечь из своей памяти. То есть результат будет уже совсем не тот, да? Следовательно, вот даже на уровне такого контроля родительского, как попросить, ну, конечно же, да, у нас дети, слава богу, умные, взрослые, попросить, что, например, можно ли сегодня засыпать не с телефоном, там, да, отключи его, я бы хотел, чтобы так было. И такой момент контроля, как, например, ну, просто прийти, заглянуть там, да, в 11 часов спит ребенок или нет, потому что сколько историй в практике, встречала, что ребенок за всю ночь перед экзаменом, оказывается, там, выяснял отношения со своей любимой, там, девушкой, например, да? То есть понятно, что экзамен был завален, потому что девушка вот почему-то, она именно за сутки до экзамена ему сообщила о том, что она встречается с другим мальчиком, да? То есть вот такие вот вещи, они не должны, конечно, быть и являться причиной для того, чтобы экзамен, там, да, был не сдан. Поэтому смотрим, отслеживаем все равно психоэмоциональное состояние своего ребенка, который проходит этот экзаменационный период. Хорошо. Итак, выяснили чуть пораньше лечь спать. Лучше, чтобы это было тоже недушное помещение, чтобы где-то там, чтобы это все проветрили. С вечера у нас готова одежда, в которой ребенок идет, и все принадлежности, которые ему необходимы. Итак, утро, утро экзаменационное. Как оно? Чем оно отличается от всех обычных? Кроме родительских переживаний, да, это утро. Ребенка надо покормить, естественно, да, покормить. И так, чтобы это было сытно, и так, чтобы это были углеводы. Да, в любой другой день можете углеводы не кормить, но в этот день они ему понадобятся для того, чтобы мозг работал. Раньше, я помню, у нас на экзаменах даже родители шоколадом кормили, сейчас, к сожалению, такого нет. А поэтому покормите до, это будет и вкусно, и полезно для ребенка. И полезно, да. Плюс ко всему, конечно же, мы не забываем о хорошем количестве воды, с точки зрения, потому что все наши мыслительные операции происходят на водосолевом обмене, поэтому никуда от этого не деться. Ну, я понимаю, что сейчас детям разрешают брать с собой воду, поэтому об этом тоже стоит позаботиться, чтобы это была бутылка, по-моему, запечатана она должна быть, да, и туда они ее проносят с собой. Вот видите, даже как это здорово, да. Хорошо, еще один очень важный момент, что сейчас, по крайней мере, говорят, чтобы это тоже не было с точки зрения такой стресса, когда у ребенка отнимают телефон. То есть, да, вы должны проговорить с ребенком о том, что... Телефон... Вот, да, утром вы встаете, ребенку паспорт взять с собой, телефон оставить дома, потому что если... Им, конечно, это уже много-много раз говорили преподаватели, что если вас поймают с телефоном, вам зарубят все экзамены тут же. По-моему, даже осенью нельзя будет сдать, если с телефоном. То есть, если завален по причине незнания, можно достать осенью. Если тебя поймали с телефоном, то выркнут следующий год. Это серьезно, вот прям вот это такие вещи? Поэтому это не прихоти родителей. Мне кажется, детям настолько часто это говорят в школе, что они знают, что это не родители что-то себе придумали, что это действительно необходимость и это безопасность. Потому что, ну, иначе ты... Целый год пропадает вот прям только из-за телефона. Хорошо. Не слышала, конечно, такое, да, ну вот впервые слышу. Но есть, наверное, какое-то рациональное зерно во всем этом. Дальше следующий момент. Наверное, надо чуть раньше выйти из дома, чтобы вовремя прийти в назначенную школу, где ты сдаешь этот самый экзамен. Дело в том, что, да, такие истории тоже случаются, когда вдруг вспоминают ребенок, что не в ту школу он должен был прийти, потому что разные экзамены в разных школах, да, а подростковый мозг, он имеет свойство забывать только то, запоминать только то, что важно для него было, и совсем не то, что важно для взрослых. Ну да, школу действительно можно перепутать, 48-я, 46-я, они совершенно в разных концах города находятся. Если есть такая возможность, да, лучше отвезти ребенка, либо я знаю, что некоторые классные руководители, они просто собирают детей в школе, да, и везут их, да, сами, и там уже дают тем, кто будет этот экзамен принимать, поэтому так может быть проще, да. Но в любом случае, действительно, ребенок может перепутать все. Особенно, когда вот в этом волнуется, да. На эмоциях. Взрослый-то может перепутать, а тут ребенок. И поэтому проконтролируйте три раза туда ли, в эту ли школу, узнайте еще раз у классного руководителя в то ли время, да. Лучше вы будете спокойны и проконтролируете ребенка, чем потом вы будете с утра переезжать из одного конца города в другой. Вот у меня была история в жизни, клиентская история, когда девочка рассказывала, она уже закончила институт сейчас, да, но она рассказывала, как она однажды, вот это первое-первое, когда были экзамены, как она вышла и даже не могла вспомнить, в какую сторону ей нужно было идти. То есть, да, вот это вот состояние стресса, да, что я вроде бы стою на улице, понимаю, но я даже не могу понять, куда идти, там, в какую сторону, там, вправо-влево, там, где эта остановка, как мне до этого добираться. Он говорит, у меня впервые такое было в жизни, да, но об этом мы сейчас еще тоже немного расскажем, потому что я вот эти истории, да, собираю, потому что, на самом деле, у каждого человека индивидуально, да, но изучать их стоит, да, исследовать и делать какие-то определенные выводы, это для нас с вами вообще такая практическая база, да. Итак, теперь мы уже понимаем, что ребенок добрался до школы, там, учитель его доставил, или он же там сам, например, там дошел, да, он оказался в этой зоне экзамена, и у него колодится сердце, вспотели руки, ему так хочется куда-то деться из всей этой ситуации, да, или наоборот, у меня не колодится сердце, у меня не спотели руки, у меня всего просто пробирает какая-то дрожь. У каждого по-своему будет, да, реакция тела на стресс. Нету таких универсальных способов, но есть универсальные способы, каким образом себя взять в руки и начать работать. Ну, вот когда у меня ребенок в прошлый раз проходил экзамены, да, ОГЭ это еще было, помню, на собрании тоже родители спрашивали, что делать, потому что те советы, которые давались со стороны, они были достаточно странными, да, там предлагались какие-то стандартные купинг-стратегии против того, что ну вы расслабьтесь, как расслабляются люди, надо полежать, надо сходить в баню, какая баня, уже экзамен. Да-да-да, действительно. Тут не побежишь уже никуда. И, в принципе, все, что стоит сделать, это либо дыхательные техники, которые успокаивают, да, либо, ну дыхательная, наверное, самая безопасная в том смысле, что она незаметна для окружающих, по большому счету. Да, то есть что… И она доступна тебе в этой ситуации. Да, то есть можно хоть в коридоре перед экзаменами, хоть прямо совсем на экзамене, да, то есть что рекомендуется, это делать глубокий вдох… Через носом. Через носом, да. И выпускать воздух через рот, но только такой маленький-маленький такой, так сказать, такой, да, такой… То есть чтобы был такой короткий, но глубокий вдох… Короткий, глубокий вдох… И длинный такой, да, поверхностный такой выдох. Вот так вот действует, то есть вы садитесь на стуле, откидываетесь на спинку, особо там… Ну вы просто сидите, вы, может быть, думаете, да. То есть это не какое-то там упражнение, которое обращает на себя внимание. Вы просто глубоко вдыхаете и тихонечко выпускаете через почти сломкнутые губы воздух, да, вот такое дыхание, оно успокаивает. Еще есть очень хорошая методика, мне она тоже очень понравилась, и она действительно работает. Это когда мы своему телу придаем такую позу, да, которая как бы транслирует, что я вообще сейчас уверенно стою, я понимаю, что происходит. Это обязательно ноги не подгибать под стул, да, там как-то их еще причудливые узоры не складывать, а просто поставить полностью правую и левую ногу на стопу, да, и вот прямо сесть. С прямой спиной. Да, с прямой спиной, и вот какое-то время дать себе понять и через тело, да, своему мозгу, что так, я сейчас твердо стою на ногах, я вообще понимаю все, что происходит, я готов теперь уже прочитать задание, осмыслить его и приступить к его решению. То есть вот эти все такие элементарные вещи мы можем с вами использовать. Их можно прямо на экзамене использовать. Дальше не бояться, не бояться вообще пошевелить плечами, да, не бояться проверить вообще, как я там вообще себя чувствую. Вот я сижу за столом, да, потому что ведь это же психологически кажется, что сейчас на тебя смотрят там, да, там камеры, там, не знаю, там, учителя, которые контролируют весь этот процесс, и ты как будто в состоянии сжатости, да. Это сложно, конечно, когда у тебя плечи зажаты, сложно даже по сосудам крови-то идти в мозг, да, поэтому, да, пожалуйста. Это ведь надо осознать, что что-то со мной, да, что у меня плечи сжаты, то есть действительно пошевелиться там как-то. Поэтому всем подросткам говорим, задайте себе вот прямо силы, да, первые, там, 3-5 минут не кидайтесь сразу же решать, да, вообще про свою, почувствуйте себя, разрешите себе вот сейчас, да, вот этот период, я сейчас уже на этом самом экзамене, да, но я должен его хорошо решить, для этого я должен себя хорошо чувствовать. Обживитесь на этом месте. Обживитесь на этом месте, да, не бойтесь этого, да, посмотрите кто справа, кто слева, улыбнитесь, я не знаю, там, пусть это будет, может, нервная такая улыбка, но это будет опять-таки ваша улыбка, да. И, конечно, старайтесь не нарушать никакие дисциплинарные моменты, которые тоже проговариваются. Пусть это будет ваш, но это будет ваш результат. А там уже всё. Уже в процессе. Да, кстати, знаю, что разрешено выходить в туалет. В сопровождении. Поэтому не бойтесь, если чувствуете все свои потребности, встаём и идём. Не боимся, что в течение... Иначе у меня мозг будет думать о том, что со мной не так, а не... И чего я хочу, да. Ну, а мы с вами понимаем, что как раз, да, тоже как психологи сейчас проговорим этот момент, что очень сильно хочется в туалет именно в тот момент, когда страшно. Да, и поэтому, да, это нормальное, естественное желание. Поэтому мы его просто берём и реализуем. Потому что, опять-таки, в практике слышала история, когда ребёнок терпел и думал в полэкзамена о том, что как бы мне это, да, о том, как я решаю вообще эту контрольную или там эти задачи. Потому что ребёнку не проговорили, что ты не бойся, встань, ты свои потребности, иди удовлетвори и вернись обратно, и спокойно решай свои задачи, которые перед тобой ставит жизнь, да. Итак, далее. Экзамен позади. Мне очень нравится, как дети некоторые выдыхают, они прямо выходят и прямо начинают кричать. Это нормальное желание, да, выкричаться, нормальное желание, там, например, там, не знаю, там, потопать, там, да, попрыгать. Не бойтесь этого проявления. Такое напряжение, ведь это несколько часов, да, и ты всё время напряжён, конечно. Поэтому, да, пришли и прокричались, да, прокричались в парке, пока идёте. Ну, громко рассказывайте своим одноклассникам, как вы искали формулу, вспоминали, да, ту или иную при решении этих задач. Ну, вообще, на самом деле, какие действия, давайте, как родители, да, и действия ребёнка вот после экзаменов? Наверное, после экзаменов, да. Вот я имею в виду, вот прямо вот в этот день вот экзамен закончился, да, и что дальше? Ну, мне кажется, во-первых, действительно ребёнок расслабился, да, мамы-то нет, потому что результаты этого экзамена скажут, когда ещё, да. Ребёнок это как-то вот, они попроще к этому относятся, да, родители, мы потяжелее. В любом случае, первый, да, тут есть возможность расслабиться, может, наверное, в этот день уже не готовиться к следующему экзамену, уже не надо, надо какую-то разбивочку сделать. Не надо, да, потому что вот я сколько даже научной литературы почитала, да, всё-таки стресс был, да, и сейчас мы ещё, давай-ка, давай-ка теперь подготовься к биологии. Он даже, если просто откроет там эти учебники, он не увидит ничего, и ничего не останется, потому что там уже такая ситуация, да, с точки зрения психофизиологии прошла. Пусть гормоны стресса сейчас выйдут. Да, да, поэтому, конечно, не настаиваем на том, чтобы ребёнок начал готовиться к следующему. Вот будет завтра день, будет завтра возможность, да. А сейчас что мы можем с вами предложить ребёнку? Вот очень часто, прямо, да, на форумах, когда участвую, детско-родительских, тоже в том году, когда наблюдала, сопровождала нескольких старшеклассников на предэкзаменационный, экзаменационный период, да, и вот после экзаменационной, когда они там выбирают себе уже профессию, видела, и родители говорили, ребёнок пришёл и сразу же лёг спать. И спал 12 часов, не могли его разбудить. То есть мы с вами должны понимать, родители же это пугают, да, им хочется его там накормить, выслушать, что там было, ещё что-то, да. Вот мы должны с вами понимать, что это реакция на стресс. Конечно. Сознание говорит, всё, мы тебя вырубали, сейчас должен просто отдохнуть, выспаться. Всё совершенно нормально. Всё, упал и прекрасно, и спит, всё, он выложился полностью на 100%, там ничего не осталось. Там организм вот высосан просто, да, пусть восстанавливается. Завтра будет день, мы у него всё спросим, он уже будет вообще в сознании вполне, да, и он нам расскажет, как оно было. Вот. А тут пусть спит. Надо его кормить не сильно. Да, да, да. То есть относимся к этой реакции. Конечно, она говорит нам о том, что ребёнок действительно испытал очень серьёзный стресс, но вы сами понимаете, что все вот эти экзаменационные испытания это своего рода такая прививка во взрослую жизнь. Конечно. А без этого никак, да. То есть стрессоустойчивость, она как и экспресс нарабатывается. И вот поэтому мы с вами, некоторые, конечно, родители говорят, боже, как издеваются над нашими детьми, да, как это всё сложно и страшно. Мы сейчас, как мамы, да, понимаем эту точку зрения тоже, но как специалисты, да, мы понимаем, что это необходимость. Вот у нас сейчас такой экзамен, мы не можем из него, мы его не можем поменять в одну секунду, да, даже если мы можем считать, что это слишком как бы жёстко. Ну, жизнь такая. Работаем, живём в тех условиях, какие есть сейчас, да. Какой смысл думать о том, что они неправильные, жёсткие или ещё какие-то? Нам всё равно придётся через это пройти. И нашим детям тоже, поэтому работаем с тем, что есть. Согласна, Наташа, с вами. Но если ребёнок пришёл после экзамена и не упал, как говорится, в спячку, то тогда какие способы снятия этого стрессового состояния мы можем предложить родителям? Я бы, честно, вот если ребёнок сам не выходит на контакт, да, и не рассказывает о том, что у него было, мне кажется, вот сильно не стоит к нему лезть. Потому что кому-то в стрессе, кого-то после такого стресса тянет спать, кому-то хочется выплеснуть и рассказать, а кому-то кто-то отходит в одиночестве. Мы все разные. Поэтому если ваш ребёнок закрыл дверь в свою комнату, дайте вы ему там отдышаться. Он потом выйдет и вам расскажет, не надо сейчас его трогать. А если он спит, пусть спит. Если ему надо проговориться, сидите, слушайте. То есть вы сейчас для ребёнка, как вот для эмоций. Да, контейнер, куда надо всё это слеть. То есть вы идите за ребёнком, а не от себя. Потому что это он... Вы тоже стресс переживали, но всё равно он главный. От него зависит результат. От вашего стресса ничего не зависит, в общем-то, к большому счёту. Всё зависит уже от ребёнка. Поэтому идите за ним. Согласна с вами полностью, если не нарушены, тем более, детско-родительские взаимоотношения, то можно, например, ну, как мы в стрессовых ситуациях решаем, да? Например, вот это же, там, бей-беги, да? Можно сделать, например, прогулку, пробежку, там, да, с ребёнком. Если он пойдёт, да, то есть можно просто предложить просто выгулиться, потому что это же тоже мы с вами взрослые люди, и можем объяснить, что, да, действительно, сегодня был сложный день, и ты вот можешь себе помочь, да, вот таким образом, там, да, сходи погуляй, там, да, сходи пообщайся, да, иди там в спортзал, да, потому что есть такие способы тоже. Можешь встать под душ, да, можешь принять ванну, ну, то есть как бы сделай что-нибудь, да, чтобы тебе было легче, потому что некоторые дети говорят, что действительно, я даже не чувствую вообще, что, что, не чувствую себя, там, да, опять-таки в форуме читаю, что рябинок пришёл после экзамена и сказал, мам, я вообще не понимаю, что у меня за состояние такое, я чувствую себя просто подушкой, набитой какой-то бумагой, да, ну, то есть как бы вот каждый же переживает по-своему, да, у кого-то, наоборот, там, э-гэ-гэй, там, да, я пошёл дальше, да, у кого-то мобилизация сил, я сделал, да, я сделал это, теперь я знаю, как это, да, и иду дальше. Реакцию на стресс не предугадать и не изменить, она индивидуальная, она у вашего ребёнка такая, какая она есть, то есть нет правильных и неправильных реакций на стресс. Смотрим за ребёнком, что с ним, да, и идём уже от него. Плюс ко всему наступает следующий день, и мы понимаем, что не за горами ещё один экзамен, и в течение этих дней подготовки к экзамену, опять-таки мы с вами проговариваем, что, ну да, невозможно, там, например, гулять допоздна, да, а потом опять ходить и сдавать экзамены. То есть мы просто, как взрослые с вами, да, наверное, берём на себя вот эту зону контроля, что вот этот экзаменационный период я бы хотел, да, с позиции... Ну, они уже совершенно взрослые практически, поэтому в этих рамках надо с ними только договариваться. Давить и как-то кричать – это лишний стресс, потому что им нужна... Ну, к чему, да, сейчас конфликты? Им поддержка нужна, да, от родителей, а не дополнительный стресс, который они будут переживать, как вот молодой человек, который там с девушкой разрыв переживал, а тут ребёнок уйдёт на экзамен и будет переживать конфликт с мамой. Зачем это надо? Согласна с вами полностью. Итак, идём дальше. Давайте попробуем с вами разобраться. Ну, в жизни всякое бывает, и вы понимаете, что ваш ребёнок не справился с экзаменом. Реакция ребёнка, она, может быть, тоже непредсказуема, да? А какая должна быть реакция у родителей, грамотного, мудрого родителя? Грамотного, мудрого, опять же, это поддержка, потому что, ну, уже всё случилось. Уже всё, то есть надо сейчас не пилить опилки, как говорил Баилл Карнеги, да, уже бессмысленно. Почему? Я тебе говорила там, да, он уже всё понял. Наши дети так-то вот нечувственные люди. Очень умные люди, я бы так сказала. Да, я бы тоже так сказала. Поэтому не надо их тыкать, да, носом в их неудачу. Проблема уже случилась, да, давай решать. Что будем теперь делать? Смотрите вперёд, а не в прошлое. Пилить опилки бессмысленно, это усиливает стресс. Ну, сейчас и проблема сама пройдёт, да? Всё равно надо знать выход из этой ситуации. То есть справляемся, во-первых, со своими эмоциями, потому что для родителей это тоже удар. Ещё неизвестно для кого больше, потому что бывают очень такие впечатлительные родители. С этим справляемся за пределами видимости ребёнка. Справились, проплакались, продышались, там ещё что-то, тогда идём к ребёнку. Да, и смотрим в будущее. Говорим, что делать, как будем решать, что ты будешь делать. Да, пусть создал проблему, пусть учится из неё выходить. То есть не давать готовый результат, да? А смысл? Да, то есть всё равно учить ему. Вы даже если будете с утра до вечера сидеть с учебником, вы всё равно ничего не сделаете. Да, да, да. Поэтому решать ему, готовиться ему. И пусть почувствуют, с одной стороны, вашу поддержку, потому что вы на него не кричите. С другой стороны, свою ответственность за результат. Потому что да, для ребёнка это удар. И для родителей это удар. И не надо его усугублять. Слава богу, конечно, у нас вроде в Кирове с этим как-то спокойно. Но ситуации трагические достаточно, они по стране известны. Да. Когда дети так боятся прийти домой с плохой оценкой, что готовы пойти на самые... Крайние меры. Крайние меры, да. Поэтому всё равно ребёнок, хоть я и говорю, что они взрослые, это ещё подросток одной ногой. Вот он одной ногой ещё ребёнок, второй ногой он уже взрослый человек. И они очень уязвимы в этом возрасте. В состоянии, конечно. И вот не надо. Аккуратны с детьми. Ну, не сдали экзамен, но жизнь же не закончилась сегодня. Мало того, это ведь такой тоже своего рода определённый этап жизни. Да. Ну, значит, для чего-то тебе нужна была вот эта история, да? Удары от жизни мы будем получать всегда. И дело не в том, кто не получает удар, а в том, кто умеет с ними справляться. Ничего страшного. Согласна с вами полностью. И тут же хочется сразу же вспомнить, например, массу известных людей, которые завалили экзамены потом, например, не поступили в какие-то институты, но их жизнь при этом сложилась совсем не таким уже прямо отрицательным образом, я бы так сказала, не будем это романтизировать, конечно, да? Лучше, чтобы вы следовали своему-своему собственному жизненному пути. Но, опять-таки, если это произошло, то значит, это всё по силам, да? Надо просто найти алгоритм выхода из этой ситуации, решить эту задачу и двигаться дальше. Да, желательно вместе с ребёнком. Ну, и очень часто для родителей это серьёзный удар, да? Поэтому родители, вы сами для себя осознаете, что всё хорошо. Ничего страшного не случится, всё решаемо в этом мире, да? В конце концов, экзамены имеют свойство пересдаваться, да? И у нас даже назначены даты какие-то там, каждый год назначают эти даты. Ну что, ещё у нас бывает такой момент, что, например, человек, ну, ребёнок, да, понимает, что он получил меньше баллов, чем хотел, да? И вот это тоже, видите, очень болезненно для него. Поэтому мы с вами проговариваем с ним все эти вещи, да, что, ну, теперь будем тогда то, что мы уже имеем, из этого будем исходить и двигаться. Там тоже есть варианты, да? То есть там ведь масса, то есть либо ты поступаешь туда, куда тебе хватает, окей, значит, так, либо, значит, ты поступаешь куда-то, потом ты переводишься туда, куда ты хотел, да, если ты там будешь хорошо учиться, либо ты год, например, там, сиди, пересдаёшь снова ЕГЭ, если действительно у тебя вот прям мечта-мечта-мечта какое-то заведение, да, и ты весь этот год учишься, да, и пересдаёшь ЕГЭ. То есть вариантов много, да, и поэтому их тоже нужно обязательно в семье обсуждать, да, дабы была хорошая перспектива в этом жизни. И для ребёнка это очень важно, он будет понимать, что нет тупиковых ситуаций, всё решаемо в этом мире. Ну что, спасибо вам большое, сегодня вот такая программа у нас получилась. Это была программа «Практическая психология», и со мной сегодня эту тему раскрывала Наталья Рыбакова. Наташа, спасибо большое. Всего доброго. До встречи. До свидания.